Такого не было. Я очень хотела сбежать. Слушай, ну ты хочешь сказать, что прям все через постель? Перековеркали все, что можно было перековеркать. Денег нет? Да, прикольненько. Яна Аносова. Финалистка шоу «Холостяк». Да, это я. Яна. Яна, ничего лично. Больше. Больше. Вообще без тормозов. Узнали никогда. Что происходит? Слушай, тебя полюбили миллионы зрителей, которые смотрели проект. Миллионы, конечно. Тебе до сих пор пишут о том, как ты, и до сих пор переживают за то, что вы с Лешей не вместе. Действительно, многие признаются, что плакали, когда смотрели проект, и очень сильно переживали за тебя. Как ты думаешь, почему? Видимо, увидели во мне вот ту искреннюю, честную девушку, которая старалась показывать все свои чувства. Хотя это очень трудно, выставляя все свои чувства на показ перед другими людьми. Потому что люди, когда смотрят уже серии в эфире, вот они представляют, что вот сижу я, сидит он, все, она снимает камера, и как будто в комнате нет никого. Почему она волнуется, это же человек, которому она испытывает чувства, почему она не может правду все сказать. А на минуточку в этой комнате сидит еще 40 человек, мужчин, которые смотрят на тебя пристальным взглядом, оценивают каждый твой жест, психологи, которые точно так же за тобой наблюдают, редактора, и, естественно, ты сидишь. Кроме себя ты в вере там доверять никому не можешь, даже Леше. А ты знала, что будет Леша? Нет. Но вы же были знакомы. Я не знала. Я когда вышла из лимузина, я говорю, ну, пожалуйста, скажите мне, кто, кто, кто он. Вообще у меня был заготовлен чемодан, и когда меня одели в костюм, накрасили, я тебе рассказывала, я очень хотела сбежать. Когда только за мной прислали лимузин, я уже искала вход, хоть на меня повесили звук, и я говорю, извините, пожалуйста, где здесь туалет? Он говорит, вон там. Я пошла совершенно в другую сторону, у меня сердце вот так колотилось, и думаю, господи, я что-то не на тот путь встала. Я шла к выходу, и меня задержала съемочная группа. Я она, а ты куда? Я говорю, а я в дамскоком. Она в другой стороне. Я понимаю, что мне не удается сбежать. Думаю, ну ладно. Думаю, ладно. Я себе поставила четкий ультиматум, что когда я выйду из лимузина, если я увижу человека, который мне не нравится, потому что он мог быть маленький, мог быть старый, он мог быть маленький, но он старый, тогда бы он не подошел. Ты понимаешь? Я выхожу из лимузина. Я выхожу и вижу, думаю, да, прикольненько встретиться. Спустя, не знаю, когда мы последний раз виделись, года три, может быть, назад, с того момента или четыре. Я не ожидал увидеть никого знакомого здесь вообще. Яна. Мне очень рада тебя видеть. Спасибо. Это очень неожиданно. Я пошла, да? Очень приятно. Спасибо. Заходи, спасибо большое. Все, там увидимся. И я почему-то, ну, не знаю, может быть, от волнения или от какого-то страха вот этого нового, который я еще никогда не испытывала, я почему-то сделала так, что, типа, «Здравствуйте, я Яна». Ну, то есть, как будто мы и не знакомы. Ну, и тут уже просто не держались, там, улыбнулись, и потом привет, рация, визу. Да, визу. Сколько было участниц? Ой, в первом, в первой серии было, наверное, 50, что ли, а стало 30 или 20, я не помню. Было просто, я видела, что вокруг меня очень много народу, а сколько там вот считать, я не считала. Сценарий был? Я думаю, что был некий трафарет, под который подкладывали какие-нибудь различные истории, персонажи, кто на кого похож. Там одна более романтическая, другая такая более хабалистая, другая холодная, стерва или еще что-то. Мне никто не давал сценарий в руки, то есть, я не... Я действительно не знала, что за свидание меня ждет. Никто не знал, кто завтра пойдет на свидание, что там будет, да, какая стилистика и так далее. Текст я не учила никакого. То есть, я приходила вот так вот, и от себя там что-то там... Ну, просто говорила, что первое просто приходило в голову. Но думаю, что он владел большей информацией, нежели чем мы все. То есть, у него все-таки был сценарий? Думаю, у него был более оформлен тот трафарет, которого не имела я. Слушай, а вам платили за участие? Мне нет. А кому-то из участниц платили? Ну, я не ввела расследование. Я могу отвечать только на себя, что ни рубля за этот проект я не получила, за свое участие. Реально была борьба за чувства. И все вот, все же там плакали, переживали, там, какие-то сумасшедшие эмоции. Какие-то сумасшедшие эмоции. Я думаю, что те девочки, которые плакали и очень явно старались показывать свои чувства на камеру, они никогда, в принципе, не существовали вот в этом каком-то механизме странном, где камеры, где все закрыто, где ты не можешь позвонить ни семье, ничего не рассказать. И, видимо, вот это вот скопление, оно, мне кажется, и играло в большей части. Один мужик и 30 девушек. И все должны испытывать чувства к одному. Ну, это немножечко что-то как-то странно. Действительно. Ты была влюблена в воробьев? Ну, да. Я искренне поверила в то, что это все вот так, как вот мне все говорили, что это вот такая вот какая-то... А что тебе говорили? Что это все правда. Те, кто, видимо, не знаю, слепы, глухи или что-то в этом духе, говорили о том, что ты играла. Почему? Очень многие говорили, а я объясню. Очень простой ответ, потому что, когда показывали меня на федеральном канале, на ТНТ, внизу под моим именем и фамилией было написано «Актриса». Если бы у меня было внизу написано «Носова я на юрист», ко мне было бы меньше вопросов. Ну, а что мне скрывать? Актрисы или да? Ты бы сказала, что тебя проплатили, мне кажется. Да, закончила в ГИК, и я этим безумно горжусь, не каждый сможет его закончить и вообще туда поступить. Только глупый человек, который не испытывал таких чувств, может подумать, что я игралась или еще что-то. Ну, такую невозможность сыграть. А он? У него опыта побольше. Опыта побольше в чем? В актерстве. Вот уже сколько прошло два года со съемок, с финалом. И я до сих пор не могу ответить на этот вопрос, вот он игрался или нет. То, что человек сидел, плакал после финала, для меня это ничего не говорит. Ну, а ты же чувствовала? Да, чувствовала. Что ты чувствовала? Абсолютно взаимные чувства. Но я на какую-то долю секунды задумалась. Может быть, я оказывается настолько не на человек, что поверила? Может быть, там и вообще этих чувств у меня было? Не знаю. А ответ мне на этот вопрос никто не даст. Даже Леша, мне кажется, сейчас бы не ответил мне честно, потому что, в принципе, он защищает только свою сторону. И это абсолютно нормально. Я бы тоже так делала. Но я бы никогда не поступила с человеком, который мне дорог, или который мне действительно нравится так, как он поступил. Я пришел попрощаться с тобой. Все в самокупности. И боль, и обиды, и злость. Вы обновляетесь сейчас после проекта? Мы очень случайно увиделись в Москва-Сити ночью в одном из ресторанов. В эфир еще не была выпущена серия со свадьбой. Вот она была как раз, мы встретились, грубо говоря, в четверг. В эфир серия зашла как раз в субботу. И вот последняя. Ну, он не ожидал меня увидеть, и он очень волновался, и он не знал, что сказать. И он вот смотрел на меня вот такими глазами. Я еще была с нашим, в общем, знакомым другом. Вот. Но, как бы, по душам мы точно не общались. Подожди, а ты же... Ты знала, что он никого не выбрал на тот момент? Да. А я говорила это на протяжении всего проекта. Если Леша не выберет меня, ну, значит, тогда не выберет никого, потому что, в принципе, там более достойные подходящие кандидатуры, как я, ну, в принципе, здесь не было. Та, которая могла бы подойти еще и ему. И когда вот мы, получается, остались со второй девочкой вдвоем, и я была уверена, что, ну, что к ней точно ничего нет, потому что то, что они хотели показать зрителю на экране, в настоящем времени такого не было. То есть я смотрела с огромным умилением, и я, и Наташа Ткалина, и мы смотрели просто вот так, и тут вот, там перековеркали все, что можно было перековеркать. То, что было вот такое настоящее, ничего они показали, потому что это настоящее бы сыграло бы на руку мне, а им это, ну, абсолютно не нужно. Они защищают только мужскую главную сторону. А почему я тебя не выбрал? Не должен был быть. Не должен был? Я думаю, что с первой серии, когда утвердили этого героя, уже был прописан не сценарий. Думаю, что он был абсолютно прописан, потому что, ну, я не представляю, что Леша смог бы, там, не знаю, существовать с этой девочкой, которую он выбрал под камерами, ходить с ней на протяжении, ходить с ней на протяжении года по контракту, везде на красной дорожке, на вечеринке, но ему это не нужно. Он сейчас занимается абсолютно только своей деятельностью, только своим именем, своим лицом. И не думаю, что ему бы подошло, чтобы рядом с ним была бы еще какая-нибудь красивая фигура, которая точно так же стремится там покорить музыкальную сферу деятельности или киношную. Тут, как бы, каждый сам за себя. Часто в комментариях тебе пишут о том, что если бы ты сказала ему, я тебя люблю, все было бы по-другому. До сих пор, я не знаю, уже столько времени прошло, а тебе до сих пор пишут в комментариях. Да, до сих пор пишут. Очень много пишут людей. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, там было все как-то, не знаю, с моей стороны было все по-настоящему. И я очень много давала таких неких подсказок или поводов для того, чтобы он задал мне вопрос повторно, чтобы он спросил меня там, вот, когда я стояла перед ним в свадебном платье, чтобы я ему записала в интервью. Я говорю, Леша, задай мне еще раз этот вопрос, и ты услышишь честный ответ. Но человек не воспользовался этой подсказкой, поэтому смысл выходить из лимузина и говорить ему вот такие слова. Но не знаю. Может быть, я как раз именно вот в последней серии почувствовала его нечестность. А как ты сейчас? Ну, получше. Если ты смогла влюбиться на проекте, ты в реальной жизни влюбиться еще можешь? Мне кажется, я уже перестала верить настолько мужчинам, перестала верить, что мой будущий мужчина, который я бы очень хотела, чтобы он появился в скором времени, должен очень постараться, чтобы к нему возникла какая-то искра, потому что после проекта, ну, у меня была большая депрессия. Отвратительная я сейчас. Просто отвратительная. Думаю о том, как я буду очень долго после этого отходить. Очень долго. То есть у меня была куча вопросов в голове, на которые я не могла найти ни одного ответа. И мне никто не мог дать на этот ответ. То есть там ты или там девочки, которые меня там постоянно успокаивали. Но они же не знают до конца все, что было, все, что я испытывала. То, что не вошло в кадр. А там очень многое не вошло. Его, его ультиматумы, которые он мне ставил, что если ты хочешь быть со мной вместе, а мы будем вместе, но ты должна, будешь бросившись в свою творческую деятельность, там, актерство, все. Ты делаешь все-таки ультиматумы? Ну, да. Это вошло в фильм? Мы сидели в ком, нет, это ничего не вошло. Мы сидели на диване, то есть уже после пещеры, после свидания с пещерой. И он мне поставил такой ультиматум, что если ты хочешь, чтобы мы были с тобой вместе, ты будешь обязана бросить актерскую карьеру, потому что в семье должен быть только один творческий человек. Слушай, это факт. На что я сказала, что я говорю, а ты хочешь, чтобы я тебя встречала дома с зеленым и с красным борщом и рожала у тебя просто детей, когда ты приходил там с той вечеринкой мудра? Я говорю, ну я не инкубатор, я говорю, я человек. Если бы он испытывал ко мне настоящие чувства и те эмоции, о которых он мягким образом заявлял... Подожди, у него же были отношения с какой-то певицей Атиказанова, по-моему? С кем? С Дайнека, по-моему. С Дайнека, да. У него же были отношения с Дайнека, и Дайнека продолжала петь, и он пел. Как-то тоже странно. Как-то тоже странно. Тут все, понимаешь, тут вот об этом можно разговаривать очень много. У меня каша в голове была, сейчас уже более все размеренно, естественно. Но на некоторые вопросы у меня до сих пор нет ответов, и мне их никто не даст. И после проекта мне звонил и ТНТ канал, и наши редактора, и те, кто видели, как я ушла, что было тогда, когда выключились камеры, видели только единицы. И именно эти единицы подходили ко мне и в аэропорту, и все, в виде мое состояния. И они мне звонили, предлагали психологов, чтобы я... Точнее, проект предлагал мне оплатить психологов, чтобы я походила на курсы. Но это, конечно, как-то... На что я сказала нет. Я справлюсь сама, без вашей помощи больше мне не звоните. Вообще стоит принимать участие в реалити-шоу? Думаю, нет. А ты сама еще будешь когда-нибудь участвовать в съемках реалити-шоу? Никогда. Реалити-шоу, конкурс — это разное? Угу. Там творчество, там ты защищаешь свой талант, который у тебя есть. Но не раскрываешься, не плачешь, и не кричишь, и не борешься за человека, за который борется еще 30 человек по роду. Это немножечко разное. Ранимые и слабые девушки — не идите. Ни за что подобные конкурсы. Потому что осадок остается очень сильный, и не каждый с ним справится. Поэтому лучше займитесь чем-нибудь более полезным. Яна, в моем предыдущем интервью известный российский дизайнер Денис Симачев… Это тот, который в миллионер-шоу участвовал? Да. Миллионер или бедный? И не только там, он много где участвовал. И Денис молодец. В общем, Денис — известный российский дизайнер. Сказала, что украшения — это важная составляющая вообще гардероба женщины. Что ты об этом думаешь? Ну, я, например, не выхожу без украшения никуда. То есть, у меня на мне всегда серьги, кольца, часы, браслеты. А, это, кстати, Sunlight. Да? Да. И крестик. Очень часто девчонки спрашивают у меня на фотках или типа, что за крестик. Это крестик. Вот они, пожалуйста. Главное — все подобрать со вкусом. Я могу и ходить спокойно, как и в повседневную жизнь, так и, там, не знаю, на ту же самую дорожку. То есть, это для тебя также неотъемлемая часть гардероба? Ну, я считаю, что бриллианты, конечно, женщинам должны дарить, но я думаю, что это будет абсолютно оправданно, если мужчина будет дарить женщине после 25-ти. Потому что, если девчонка будет ходить в 20 лет с бриллиантами, с корсей и так далее, то уже, ну, не знаю. Можно очень многое про эту девушку сказать. Молодец, конечно, но лучше, когда муж тебе дарит бриллианты. Это абсолютно оправданно заслужено. Добрый день. Sunlight. Я, кстати, серебро ношу больше, чем золото. А вот здесь представлено это серебряное украшение с позолотой и с такими крупными камнями цветными. Потрясающие оттенки. Они такие нежные и разные. Красивые. Это герб. Да, у нас новая брошка герб Российской Федерации. Его, кстати, очень любят наши фазы. А сколько герб стоит? 2490. Только надо Путину не надо говорить. У тебя, кстати, есть наше мобильное приложение? Стоит очень дешево, кстати. Да, есть. Есть? Да. А я же когда покупала, я же скачивала. Они, типа, делали скидку какую-то 15%. Я покупала сережки, маме подарки, купила кольцо, крестик. Ну, много чего купила. То есть ты подарки родителям с онлайн покупаешь? А ты знаешь, что у нас есть там колесо Фортуна? Фортуна? Нет. Открывай приложение. Крути. О, прикольно. А вы мне сейчас должны что-то дать. Да, у тебя сейчас выпадет какой-то приз. Причем здесь есть часы. А я должна остановить? Скидка. Скидка полторы тысячи рублей. А что купить? Если хочешь, можешь что-нибудь выбрать, у тебя будет скидка полторы тысячи. Также там есть подарки, часы и все остальное. В общем, скачивайте наше мобильное приложение. А я могу еще колесо Фортуны покупать? Колесо Фортуны у тебя один раз в месяц можешь крутить. И от покупки на 5 тысяч рублей у тебя еще одно кручение есть. Кстати, вот кольцо, как у тебя, вот такие большие кольца и браслеты серебряные. Очень красивые новинки. А, прикольные. Ну, я люблю вот серебро. У меня вот золото вообще не в кайф. Слушай, ну цены у вас, конечно, очень недорогие. Это очень прикольно. У нас разные украшения есть. Есть там за тысячу рублей, за десять и за пятьдесят. Есть за миллион. За миллион? Санлайт, я тебя люблю. Можно мне померить вот это кольцо с бриллиантом? Попробуйте. Это бабочка? Да. Это золото, бриллианты и сапфира. И цена всего лишь 139 тысяч. 139 тысяч, да? А что делать, если я, например, его не смогу снять? Санлайта придется тебе подарить это кольцо. Я вот думаю, я вот в прошлый раз с вами привозила сережки в подарок. Вот похоже на вот этот браслет. Может, мне в браслет ей в подарок еще просто купить? Уберю. У тебя еще скидывает полторы тысячи. Красиво смотреть. Давайте вот этот вот за семь с чем-то. А, как кольцо, смотри. Да, 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 я тебе говорю, у меня тоже такое есть. Теперь очень круто смотрится. Лучшие друзья девушек это бриллианты. Так, тогда от этой цены еще полторы тысячи с этой скидкой, правильно? Да. Тогда с меня сколько? Пять девятьсот девяносто. Все, спасибо большое. Мама обрадуется, да? Красиво. Спасибо. Крутите рулетку. Это привыкновенная штука, кстати, мне понравилась. Я сейчас еще пойду покручу. Ну, кстати, там можно еще часы, золотое кольцо, выиграть там. Да, там. Слушай, ты актриса. Да. Вот скажи мне, кто сейчас там снимается и как туда попасть? Через постель. А ты снимаешься? Нет. Поэтому нет. На самом деле все это, конечно, шутки шутками, но в каждой шутке, как все мы знаем, есть доля. Поэтому с кинематографом сейчас очень как-то странно. Да, я там снялась в главной роли у Саши Танисяна и продолжаю там ходить по пробам, продолжаю сниматься в различных сериалах, но не так часто, как мне хотелось. Ты знаешь, что самое обидное? Когда после проекта, после холостяка, когда у меня было внизу написано, оно своя на актрисы. И вот сейчас я начинаю там какие-то, ну, проекты начинают возобновляться, да, там на экранах или еще. Ильяна продолжает где-то сниматься, а мне говорят, что ж тебя холостяк прославил, а ты так плохо про этот проект отзываешься. И ничего, что я пять лет до этого училась на актерском и ходила по пробам. Но тут, конечно, самое странное. А кто из современных режиссеров тебе нравится? То есть, как тебе, давай поговорим о самом кино. Кто тебе нравится из современных режиссеров? Какие последние русские фильмы тебе нравятся? Ну, чтобы говорить, кто тебе нравился из режиссеров, тебе нужно с ними работать. Пока мне только удалось поработать с Сашей Атанинсяном, тот режиссер, который... Ну, вот наш фильм «Каппадокия», который сейчас переименовали в «Ожидание Шарлоты Карде». И все мы ждем выхода этого фильма. И он же... Ты, кстати, там в главной роли. Да, я в главной роли. Еще до проекта «Холостяк», поэтому на минуточку. Вот, и вот он как раз и «Сволочи» снял. И вот мне с ним было очень комфортно и легко работать. То есть, я ни на минуту не испытывала какого-то дискомфорта. Да я не знаю. Я бы со всеми хорошими людьми работала. Главное, чтобы сценарий был хороший, режиссер умный и команда. Назови хоть один отечественный фильм, современный, который бы тебе понравился. Я бы снялась вот теперь. Но это сериал. Ну, сериал. Я говорю про то, что идет сейчас в кино. Анну Каренину я бы сыграла. А, кстати, Степа была бы неплохая, как Анну Каренину. Я, кстати, и ходила на пробу Анны Каренину, но утвердили Лизу Боярскую. Странно. Почему это? Странно. Тебе не кажется это странным? Удивительно. Почему же удивительно? Подожди, Лиза Боярская тоже получается? Все окей, про Лизу Боярскую и так всем все понятно. Нет, ну, фамилии, конечно, всегда значим. Если у тебя какая-нибудь там незнаменитая семья, которая каким-либо образом причастна к кинематографической деятельности, то, безусловно, ты не будешь кассиром в Макдональдсе. Слушай, ну ты хочешь сказать, что прям все через постель? Да я шучу, но очень многие роли сейчас покупаются. Поэтому девушки, которые не имеют никакого актерского образования, просто хотят попасть в экран и стать звездами, находят в себе каких-нибудь, не знаю, дяденек, и они покупают роли. Конечно, они главные. То есть это не им платят, а они платят? Они покупают, конечно. А им платят потом? Ну, наверное, не знаю. Я не сталкиваюсь с подобным. Я прохожу, пробую, там, если нравлюсь утверждают, если нет, то нет. А вот такие вот какие-нибудь варкантильные вещи, это вообще не ко мне. Пошли! Я, кстати, еще танцую, кто не знал. Так, подождите, денег нет? Сейчас. Понятная идея. А, ну хорошо, пойдемте, я продолжаю. Тебя не смущает? Кто? Мне кажется, только ты его видишь. Как ты относишься к актрисе Горбачевой? Никак, я вообще не понимаю этого персонажа Может, она, конечно, хороший человек Но те видео, которые я пыталась смотреть Которые она в Инстаграм выкладывает Мне противно смотреть Вот я не знаю, почему У меня какое-то отторжение на этого человека есть Хорошо, а как тебе актер Яценко? Яценко... А кто это? А Борис Хлебников, режиссер, как тебе? Думаю, что хороший, но я с ним не работаю Я приглашаю тебя на премьеру фильма о ритме А это его фильм? Сегодня в октябре Хлебникова? Да, да, да А, да ладно, пойдем Отлично Только надо зайти в шоу-рум тогда Пошли зайдем в мой шоу-рум И, может быть, что-нибудь возьмем Пальто какое-нибудь новое, чтобы на красную дорожку выйти Пофоткаться Слушайте, а были в детстве кумиры кому-то подражали? Ты знаешь, мне кажется, я была единственным ребенком, который не фанателл ни от каких ни певцов, ни актеров У тебя не было плакатов с ними на стене? Нет, не было Слушай, а твой стиль, ты кому-то подражаешь в нем? Нет, никому Ты считаешь? Я одеваюсь так, как мне удобно Главное, чтобы я себя чувствовала комфортно Я не выйду из дома, если мне не нравится Даже если это будет какой-то спортивный костюм Все равно будет какой-то такой модный элемент, чтобы я себя комфортно чувствовала То есть ты считаешь себя модницей? Ну, я считаю, что у меня хороший вкус Напишите в комментариях, как вам стиль Яна, кстати И интересно ли бы вам было послушать ее советы еще больше Для того, чтобы мы создали целую рубрику о трендах с Яной Анасовой Кстати, было бы прикольно Здравствуйте 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 Вот мы пришли, мой шоурумчик любимый Какой-то новый тренд сезона, клетчатая, пальто Да, вот А сегодня мы будем мерить вот это пальто И если оно мне подойдет, то мы в нем пойдем сегодня на красную дорожку Вот я сразу, кстати, на глаз вижу те вещи, которые мне подойдут Их можно даже не мерить Вот я обратила внимание на это пальто, оно мне очень подходит У тебя же есть такие, по-моему Ну, у меня есть золотой Золотой оправе Золотой оправе, да А это серебро А так как у меня много всегда украшений в серебряном стиле Я вот думаю, может быть, вот эти вот очки взять Ну, кстати, тебе очень идет Я их прихожу каждый раз в мере, но почему-то я их не беру Но мне кажется, я их сегодня сейчас возьму Вот я вот такие костюмчики люблю Вот, но почему-то единственный минус, что они мне маленькие Вот у меня больше спокойные тона нравятся Серые, бежевые, такие постельные А тот, кстати, прикольный А мой любимый красный А вот еще прикольная тема Кардиган Новый стиль входит, как халат, то есть в нем выходят и рестораны, и на улицу Слушай, я бы в таком пошла на красную ковровую дорожку Очень красиво Да, он прикольный Мне нравятся более яркие вещи Вот это абсолютно мой стиль Яркие, и взяла в руки тундельтоник, что ли? Ну, бархатный Ну, он уже бархатный, оно такое блестящее Оно намного ярче, чем твое в клеточку Ну, мне кажется, что мое больше ярче, но не суть Что вот это такое? Это пояс Расскажите мне, на что это носит? Ты можешь одеть его, знаешь, если у тебя какое-нибудь черное платье, такое, не вечернее Как баска, что ли, получается? Можешь его просто разбавить и на талию вот так вот навязать И будет такое а-ля... А-ля ты модница А-ля я модница О, у Яна большая коллекция шляп на самом деле У меня, да, у меня весь шкаф шляпами зубит Мне вот так очень нравится, мне кажется, я так даже могу на дорожку ходить Мы сейчас очень здорово окунулись с тобой в атмосферу теплых свитеров, осени, теплых костюмов И все-таки давай подведем какой-то итог и немного поговорим о трендах Ты помнишь поговорку «все новое, хорошо забытое, старое»? Мне кажется, это все приходит в эти шляпы, юбки, плащи, которые там и... Такая мода 60-х, 70-х, конечно Ну да, а-ля Феллини, вот что-то такое вот возвращается Мне кажется, это прикольно У каждого человека абсолютно свой стиль Главное, чтобы ты действительно кайфовала от того, как ты выглядишь В общем, мы купили все, что нужно И сейчас выдвигаемся на красную ковровую дорожку на премьеру нового фильма Мы находимся в кинотеатре «Октябрь» Где проходим все кинопремьеры И сегодня мы на премьере фильма «Аритмия» Бориса Хлебникова С Яценкой и Горбачева в главной роли Вера пробовалась, она на роль Яценко Вера никуда не пробовалась Вера никуда не пробовалась, потому что Вера теперь знает, что достается роли А еще мы пришли первые И мы сейчас будем первые проходить аккредитации Мы будем первые, кто посетил красную дорожку А дорожка, кстати, синяя Ну, синяя, но в кавычках красная Ну, вот так Русское кино даже красную ковровую дорожку постелить не может Не могут Яна, как ты думаешь, как Горбачева получила эту роль? Проба прошла Это как раз те, кто проходит пробы через пробы Верхин любимый канал только что пришел пятница Должна была стать будущей пятницей А пришла какая-то чувиха непонятная О, я вам сейчас ее покажу, смотрите А что такое случилось? Привет! Нет! Я делаю большие фильмы, а я не сегодня Нет, нет, она не канала снимает Это же прекрасно! Да и в том и в том случае Что ты ожидаешь от фильма? Ничего Давайте поприветствуем Бориса Хлебникова Третьсера, который... Добрый вечер Спасибо огромное, что вы пришли Яна, мы можем снять весь фильм на камеру и выложить в интернет Знаете, что вы не доктор? Сейчас около по 10 В общем, смотрим В общем, Горбачева актриса неплохая Яценко молодец Хлебников хороший режиссер Я не знаю почему, зачем Прямо аритмии мы не досмотрели У нас началась аритмия Дорожка Она вся наша Я не понимаю Понимаете, не понимаю Но слушайте, там целый зал людей Весь октябрь забит И они все смотрят Может быть, это мы, что-то не понимаем Такое тоже возможно Ну... Я считаю, что нужно меньше снимать такие формы проблематичные И не углубляться в бытовые семейные проблемы Мне интересно смотреть это Мне интересно Видеть, нужна легкая Ну, скажи, Горбачева хорошая актриса Ну, все они хорошие актеры Но я не понимаю, сценарий Сценарий мне не нравится Мне еще не инкурент Мой любимый Ярославец Это фильм Ну, хоть я Ярославлю не увидела Понятешь Ярославль? Нет Посмотритесь сами И потом напишите в комментариях Как вам фильм Да, пишите в комментариях Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok